И снова завалило. За одни сутки в Кирове и области случилось сразу два ЧП с падением с крыш снежной клыбы. Снова пострадали дети. Сегодня в наших итогах недели хроника преступления и наказания. Благотворительный фонд РУСФОНД и ГТРК Вятка продолжают совместную акцию, цель которой помочь тяжелобольным детям. Один из таких – житель Амутнинска Миша Некрасов. Вятский, Брегель и Босх в одном лице. Наш вернисаж недели сегодня будет посвящен творчеству уникального кировского художника Николая Яндальцева. Семь дней из жизни Кировской области. Факты, персоны, цифры. Здравствуйте. Это программа «Вести» события недели. На неделе кировчане вновь засветились в федеральных СМИ не с самой лучшей стороны. За одни сутки в Кирове и области случилось сразу два ЧП с падением с крыш снежный глыб. И вновь пострадали дети. Нынешней зимой жертвами падающих глыб стали уже шесть малышей. На этот раз, наряду с возбуждением уголовных дел, последовали и громкие отставки должностных лиц. И сегодня мы вновь проследим хронику всех событий. И начнем с города Слободского. ЧП с юной жительницей Слободского произошло около девяти утра на улице Набережной. По словам очевидцев, ледяная глыба свалилась на шестилетнего ребенка в тот момент, когда она выбегала из подъезда своего дома. Девочка на несколько минут хотела опередить своего отца, который спускался следом. А он пока спускался, слышит шум с крыши. Выходит, она лежит. Большой кусок от палатки? Ну, я его не видел лично. Ну, со слов сына? Со слов сына больше кирпича. И он ей скользко вот это, вот черепную коробку, скользко прошел. Ну, там месиво. Меньше чем через час ребенка с тяжелой травмой головы доставили в городскую больницу. Врачи незамедлительно провели противошоковую терапию. А еще спустя некоторое время санавиации из Кирова для проведения операции доставили нейрохирурга и анестезиолога. Сейчас, в настоящий момент, девочка находится в отделении реанимации. Состояние тяжелое. Какие-то прогнозы можно сделать? Да, какие-то прогнозы сейчас давать преждевременно. Состояние тяжелое. На месте происшествия до позднего вечера работали следователи. О произошедшем в Слободском в своем твиттере сообщил и глава региона Никита Белых. Между тем, в Кировской области это далеко не единственное ЧП с падением льда с крыш жилых домов. В середине февраля это произошло в центре самого Кирова. Тогда погиб грудной ребенок. Еще один случай был в октябре прошлого года. По нему уже закончено следствие и вынесено решение. Директор управляющей компании Ленинского района отстранен от должности, а мастер участка приговорен к условному сроку. В этот же день в Слободском был задержан и допрошен директор обслуживающей организации ООО «Содружество» Олег Шабалин. Он пояснил, что накануне получил письмо от управляющей компании с указанием провести очистку кровель ввиду погодных условий. Директор был в курсе, что на крыше дома имеется налить, но провести работы по очистке не успел. Одна из причин – нехватка людей на огромной территории всего шесть человек. Сам директор выполнял еще и обязанности мастера организации. Мне позвонил друг, что такой прецедент, нечистил. Мне все равно нехорошо стало, конечно. Шевел прям, лед. Ты признаешь ли вы? Конечно, да. А в чем ты признаешь ли вы? Ну, то, что не смог, вовремя убрать. Именно это налить. Спустя два дня директор обслуживающей организации был помещен под арест. Кто остался чистить крыши в Слободском, неизвестно. А в день ЧП уже поздним вечером на ковер губернатору были вызваны мэр города Слободского и глава администрации. Общественность об этом узнала из твиттера Евгения Рычкова. В последнее время именно из соцсетей. А нет пресс-службы, мы узнаем самые важные новости. В твиттере чиновник сообщал, что к губернатору и они с главой администрации Сергеем Кашиным приехали уже с заявлением об отставке. Губернатор честность чудовников оценил, заявив, что в этой ситуации они приняли правильное решение. А события тем временем развивались устрашающей быстротой. 10 марта все главы районов были оповещены о проведении экстренного селекторного совещания по проблемам ЖКХ. И за несколько часов до селектора произошел еще один сход снежной массы. И вновь пострадали дети. ЧП в детском саду произошло около полудня. Группа возвращалась с прогулки и на подходе к крыльцу на двух пятилетних девочек рухнула снежная масса. Подтаивший снег съехал с козырька запасного входа первого этажа. Мы, конечно, перепугались, потому что, естественно, дети заплакали. Там небольшой, может быть, кусок снежный из крыши, видимо, съехал. Я была не самоочевидцем, просто меня сразу сообщили, как заведующий. Меня сразу сообщила медсестра, сразу сообщил воспитатель. Мы вызвали скорую, созвонились с родителями. Медики со скорой осмотрели пострадавших. В больницу вместе с детьми поехали и воспитатели. Одну девочку отпустили домой, а вторая пока находится в стационаре. Состояние ребенка удовлетворительное. Травмы не тяжелые и, скажем так, естественно, будут наблюдаться. И в случае, если состояние останется такое стабильное, в чем я, можно сказать, уверен, то в ближайшие дни ребенок будет переведен на амбулаторное лечение. За прошедшую зиму крыши в детском саду «Гнездышко» чистили неоднократно, последний раз в конце февраля. Но недавняя оттепель вновь чуть не привела к трагедии. Ситуация действительно изрядована выходящая, потому что еще совсем недавно руководитель управления образования города докладывал, что в подведомственных учреждениях, а детский сад – это как раз муниципальное учреждение, все крыши зданий приведены в порядок. Именно поэтому принято решение, я разговаривал с главой города Кирова и главой администрации принято решение, и глава управления образования отправлен в отставку. Также отправлен в отставку и руководитель детского сада. Добавим, что все подобные случаи тщательно расследуются и находятся на особом контроле первых лиц региона. Валентина Палкина, Максим Козлов, Вести, Киров. Отставка главы городского департамента образования. Ситуация в Слободском, который в одночасье мог остаться и без мэра, и без главы администрации, активно обсуждалась в кулуарах селекторного совещания губернатора. На самом селекторе чиновники еще раз отчитались – чистим, проверяем, контролируем. Подробнее Милана Поварницына. На селекторной связи руководителей всех муниципальных образований ситуация складывается вопиющая. За несколько месяцев шесть случаев травмирования детей снежными глыбами. Ответственность в любом случае наступает. И никто от ответственности в тех действиях или бездействиях, которые связаны с такого рода событиями, не уйдет. Я хочу напомнить, что у нас руководитель управляющей компании Лепси-Уют сейчас содержится под стражей. Ему вменяется уголовное преступление со сроком лишения до шести лет. То есть решение, понятно, будет принимать суд, но сейчас квалификация весьма-весьма серьезная. Задержан руководитель организации обслуживающий дом в Слободском вчера. Директор Ленинской управляющей компании уволен просто за то, что не выполнил срок необходимой работы. Глава госжилинспекции Александр Шиляев предложил местным властям вновь провести проверку крыш и оградить опасные места. Но главное, нужен стопроцентно надежный механизм муниципального жилищного контроля, который никто не сможет обмануть липовыми отчетами о якобы проделанной работе. С точки зрения на будущее работы, действительно, это вопрос не только муниципального жилищного контроля, но и в целом организации работ по управлению жилым фондом. Я думаю, что мы отдельно на ассоциации муниципальных образований этот вопрос рассмотрим. Потому что то, как работают некоторые управляющие компании, значит, работой назвать нельзя. И здесь нам надо вместе с Александром Ивановичем вместе решать, как нам, собственно говоря, рынок управления или услуг по управлению жилым фондом очистить, как нам рекомендует Министерство строительства жилищно-коммунального хозяйства, вот, значит, тех, кто как бы с этим не справляется. В любом случае, отметил Никита Белых, за нарушение правил благоустройства персональную ответственность будут нести руководители городов и районов. И некоторые уже понесли. Это глава администрации Слободского и мэр города. Первый уходит в отставку, второй поставит вопрос о доверии на ближайшем заседании городской думы. Милана Поварницына, Валерий Никулин, Вести, Кировская область. Решительный и честный поступок главных лиц Слободского вызвал у многих немой вопрос. А что же кировские чиновники? В Слободском под глыбу попал один ребенок, в Кирове – пять, причем один погиб. На вопрос, задаваемый многими, 12 марта ответило руководство Кировского управления Следственного комитета. В этот день было принято решение о возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц администрации города Кирова по факту травмирования снежными массами пяти детей. Согласно правилам внешнего благоустройства на администрацию города и ее структурные подразделения все-таки возложены функции контроля за очисткой крыш. В рамках расследования дела следственные органы установят причины и условия, способствовавшие совершению преступления. Установят круг лиц, ответственных за каждый участок, за каждую крышу, откуда упал снег и в результате чего были причины травмами дети. Будут приняты соответствующие меры уголовного характера, уголовно-правового характера и иных мер, которые следственное может предпринять. Чем дело кончится в Кирове, вопрос пока открыт. В Слободском депутаты городской думы не дали мэру города Евгению Рычкову уйти в отставку. Напомним, вопрос о недоверии поставил сам глава после ЧП 9 марта. Большинство депутатов проголосовало против. На экономическом фронте на неделе было без особых перемен. Курсы валюты и стоимость нефти колебались незначительно. В Кировской области единственным концептуальным событием стал круглый стол с участием представителей налоговой службы, Вятской торгово-промышленной палаты и бизнесменов. На ней предпринимателям пообещали, ужесточение административных рычагов влияния на бизнес не окажет. Стратегия работы регионального управления налоговой службы в этом году не предполагает неожиданных изменений для бизнеса общества. В 2015 году будет продолжено начатое в прошлом. Ужесточения мер воздействия на предпринимательство не будет. Напротив, налоговики настроены на поиск компромиссов и открытый диалог. В то же время ряд изменений был внесен в федеральное налоговое законодательство. Некоторые достаточно серьезные и под них бизнесменам придется подстраиваться. Самое такое большое изменение это коснется в сфере НДС. Конечно, мы говорим, что сейчас будет более прозрачная ситуация по НДС. Мы будем видеть, от кого пришел товар, куда ушел товар. Мы будем видеть сразу точки разрыва, как мы говорим. Это как раз те контрагенты, которые, мы как говорили, относятся к недобросовестным контрагентам. И сразу же мы будем принимать оперативные меры по устранению вот этих пять же недочудов. Кирилл Сосолятин, Игорь Охотников, Вести, Кировская область. И в продолжении темы отметим, что начало года налоговая служба отметила ударными темпами по выявлению незаконно возмещенного НДС. Заведено уже более десятка громких уголовных дел. Суммы скрытых кировскими бизнесменами налогов колеблются от 1 до 100 миллионов рублей. На неделе с нечистыми на руку гражданами боролись и в Китае. Разговор там был более короткий. В тюрьму и расстрел. Может быть, в этом и секрет китайского экономического чуда. Об особенностях экономики по-китайски мы поговорили с доктором экономических наук, профессором, знатоком Китая Владимиром Сизовым. Они начали с чего? Раз мы такие бедные, вот Дэн Сиарпин сказал, что наша первая задача через 5 лет – получить малое богатство. Малое богатство имело в виду, что в каждой семье должен быть велосипед. У каждой семьи, у каждого человека в семье на обед должна быть тарелка риса, допустим. То есть тоже сытость минимальная. Потом среднее богатство. Что такое среднее богатство? Ну, это уже автомобиль, может быть, в семье, холодильник в семье уже среднее богатство. И сейчас уже они выполнили всю эту программу. У них там до 2000 года было сейчас. Они следующую программу запустили, когда уже большое богатство, когда не только там у каждого человека автомобиль может быть. Каждый человек может иметь свою квартиру. У них немножко перестройка раньше началась лет на 5, чем у нас. И, ну, на мой взгляд, возможно, правительство Горбачева хотело пойти этим же путем, каким пошел Китай, но из-за ряда причин и политической слабости, и других, в общем-то, не получилось. То есть мы пошли путем шоковой терапии, к чему мы пришли, ну, понятно, да. А они реформировали экономику свою постепенно. То есть у них так называемая двухколейность, когда одновременно существовал и государственный сектор со всеми прелестями социализма, и негосударственный сектор, как у нас в годы после Гражданской войны был НЭП. Сейчас нам, конечно, уже, ну, они далеко ушли, уже двухколейности, как таковой, нет. Они смогли отказаться от лозунговой такой политики. В экономике очень важны деньги. Почему мы говорим сейчас, вот, проблема западных кредитов, что мы их не можем получить. Кредиты, деньги – это как кровь. Это как кровь, если крови не хватает, организм вялый и хилый, да. И для китайской, для китайского чуда тоже нужна была кровь, деньги. Они получили, в первую очередь, так называемых, хуа цао. Это, так называют в Китае, бывших выходцев из Китая, мы бы сказали, эмигранты. Эмигранты, которые переселились, ну, в Соединенные Штаты, еще куда-то, и сумели добиться экономического благосостояния большого. Так вот, почему эти эмигранты пришли в Китай со своими инвестициями, инвестиционными проектами, дали деньги? Они очень почитают предков своих. Причем род, род не так вот мы индивидуалисты, там, или семья. Для них очень большое значение имеет род, и принципиально важно быть похороненным на родине предков, вот там, где твой род. И вот эти богатые китайцы, они, можно сказать, вот обменяли, поверили правительству, то есть им гарантировали, во-первых, сохранение этих инвестиций, неприкосновенность их и так далее, а самое главное, то, что они имели право быть похороненными на родной земле. Этический момент в Китае, он очень большое значение имеет, то есть не только деньги, но, прежде всего, вот, как бы, скажем, такая этическая или идеологическая составляющая. В эфире итоговая программа «Вести Кировской области. События недели». Смотрите во второй части выпуска. Благотворительный фонд «Русфонд» и ГТРК «Вятка» продолжают совместную акцию, цель которой – помочь тяжело больным детям. Один из таких – житель Мутнинска Миша Некрасов. Вятский брейгель и босх в одном лице. Наш вернисаж недели сегодня будет посвящен творчеству уникального кировского художника Николая Яндальцева. Вы смотрите программу «Вести События недели». Мы продолжаем. О том, что еще важного и интересного произошло за минувшие семь дней, расскажем в нашем кратком видеообзоре. В понедельник в библиотеке Герцена состоялась презентация книги Саши Шуклина и Сережи Скорятина «Как это было там». Сама форма книги – это аллегория на современное искусство. Под нарочито детским оформлением таится весьма непростая и очень взрослая суть. Оформили книгу художники Люба Шихова и Надя Фролова. Во вторник в поселке Радужном состоялось открытие газовой котельной. Как отметил глава города Кирова Владимир Быков, спуском новой котельной проблемы с горячим водоснабжением и отоплением в Радужном останутся в прошлом. В среду в Нижнем Новгороде состоялась церемония вручения государственных наград. Полпредпрезидент России в Туфлоу Михаил Бабич в торжественной обстановке поздравил лучших представителей самых разных профессий. В их числе были и кировчане. Звание «Заслуженный землеустроитель» Российской Федерации была удостоена Таисия Устюжанина. Звание «Заслуженный работник сельского хозяйства» получил заместитель директора агрофирмы «Среднеевкина» Александр Черных. В четверг в Кирове стартовали соревнования по практической стрельбе. Это вид спорта, новый для Кирова и динамично развивающийся в России. Уникальность практической стрельбы заключается в том, что при проведении соревнований максимально возможно создаются условия реального применения огнестрельного оружия. Главная задача – поразить все мишени за максимально короткое время. В пятницу в Кирове прошла межрегиональная конференция по вопросам оказания стоматологической помощи детям. В частности, речь шла о национальной программе профилактики стоматологических заболеваний и новых возможностях, которые она дает. Специалисты также обсудили результаты пилотного проекта по профилактике стоматологических заболеваний среди сельских детей. На неделе непростые вопросы финансирования объектов культуры обсуждали депутаты областного ЗАГСобрания. Они побывали в Стрижах, где в этом году должен открыться новый многофункциональный культурный центр. Федеральная программа создания новых культурных центров стартовала в 2012 году. На сегодняшний день в ней приняли участие десятки регионов России. Летом прошлого года в правительстве приняли решение расширить федеральную программу на малые города и поселки. Так, Кировская область стала одной из участниц проекта. Стрижи – один из четырех населенных пунктов региона, где будут построены ДК нового поколения. Но построить ДК еще полдела. Нужно сделать его интересным, модным местом, где каждый найдет для себя занятие по вкусу. А вот с этим по области большие проблемы зачастую во главе Дома культуры стоит человек от этой культуры бесконечно далекий. Представляете, избирая там поселений, беспутывая совершенно человека, которые там поселения, они там неграмотные, и каждый меряет на себе Дома культуры, он для себя. Кто-то на гармошке играет, кто-то на одной ноге плясать, на другой частушке петь. И для него этот уровень достаточный вполне. Пока вы не создадите систему управления этими всеми Дома культурами, то есть на районном, и для каждого мелкого поселения Дома культуры, ничего не будет, Павел. Я согласен. Павел Николаевич, вот я и хотел бы от вас услышать, что вы когда решите это сделать. На встрече с депутатами ЗАГСобрания в Оричах зашла речь о плачевном состоянии некоторых объектов культуры региона. До 9 мая остаются меньше двух месяцев, а состояние памятников наших землякам, воевавших на фронтах Великой Отечественной, вызывает много вопросов. Говорили в Стрижах и о Воснецовском Рябово. По результатам проверки аудиторов контрольно-счетной палаты, его можно смело считать заколдованным местом. В Рябово были вложены солидные суммы, но планы построить там туристический рай на деле оказались сложно осуществимы. Рябово, родовая усадьба братьев Воснецовых, место особенное. Это знает каждый, кому хоть раз посчастливилось бывать там. Что-то глубокое и потаенное чувствуется в этих озерах, куда смотрелась сестрица Аленушка, в этих глухих чащах, где Иван Царевич скакал на сером волке. Место святое для всех, кому дорога русская культура, и оно должно было превратиться в музей-усадьбу с тысячами посетителей ежегодно. Но планам так не суждено было сбыться. Из-за разгильдейства подрядчиков и отсутствия должного контроля со стороны чиновников вокруг музея-заповедника Воснецовска и Рябово сложилась тупиковая ситуация. Всего контрольно-счетной палатой установлено свыше 6 миллионов неэффективных расходов по данному проекту, что составляет порядка 15% от израсходованных средств. Не выполнены оплаченные работы по изготовлению сказочных персонажей тропы сказок. Не используется дорогостоящая керамическая печь. Кстати, эту печь для обжига керамики в Рябово сложил французский керамист Клод Ассаш. Таких во всем мире только три. Одна в Японии, одна в Европе и одна у нас в Рябово. Керамические симпозиумы в усадьбе не проводятся, поскольку там нет условий для проживания участников. Даже газ, который должны были по проекту дотянуть до усадьбы, дошел только до самого Рябово. А усадьба как обогревалась, так и обогревается дорогостоящим электричеством. У семи нянек дитё без глазу, говорит русская пословица. Эта народная мудрость в полной мере применима и к проекту Воснецовская Рябово. Во время строительства в усадьбе не было куратора, который болел бы за него в целом. Средства на воссоздание облика усадьбы Воснецовых выделялись не только департаменту культуры, но и различным профильным департаментам, которые отвечали за ту или иную сферу. Газификация, строительство и так далее. Кроме того, деньги на парковку и часть автодороги ушли непосредственно в администрацию Зоевского района. Даже колодец, который стоит у забора без воды, это не настоящий потешный колодец, по сути, дорогостоящий театральный реквизит обошелся бюджету в несколько сот тысяч рублей. Неудивительно, что нынешнее состояние усадьбы огорчает потомков великого рода Воснецовых. Человек, приехавший сюда своим ходом, большинство, в общем, любителей культуры-то, они, к сожалению, не имеют машин. Они не могут здесь остаться. Нет инфраструктуры, где бы они могли переночевать. Всех в своей избе я приютить уже теперь не могу. У меня всегда тоже много гостей бывает. Нет места, где можно вкусно и по-воснецовски хорошо поесть. По мнению аудиторов контрольно-счетной палаты, у музея-усадьбы Рябова есть будущее. Нужно только строго контролировать деньги, которые поступают из бюджета на проект. Иначе бумаги и чертежи вас Несовского-Рябова так и останутся сказками. Иван Швецов, Денис Тружков, Вести, Кировская область. Благотворительный фонд «Русфонд» и ГТРК «Вятка» продолжают совместную акцию, цель которой – помочь тяжело больным детям. Героем сегодняшнего сюжета стал житель Мутнинска Миша Некрасов. Мальчик страдает от органического поражения центральной нервной системы. Свои 8 лет он почти не говорит. Врачи московской клиники готовы помочь мальчику, но у мамы, которая воспитывает одна-трех детей, нет денег, чтобы оплатить лечение. Если как-то это что-то для него, как стимуляция получается, успокоится. Вот он закрывается, куда-нибудь зарывается у нас. Миша родился здоровым ребенком. До двух лет нормально развивался, однако мало говорил и почти не общался с детьми. В два года у мальчика произошло защемление паховой грыжи, пришлось делать срочную операцию. Из наркоза он выходил тяжело. Мама не узнавала сына. Глаза у него бегали, а руки и ноги двигались как будто сами по себе. У Миши начались проблемы со сном, и он совсем перестал разговаривать. Прятался в шкафу. После обследования врачи поставили диагноз – резидуально органическое поражение центральной нервной системы. Назначили лечение, но оно не помогло. Недавно Мишина мама узнала про Институт медицинских технологий, и московские врачи дали надежду – мальчику можно помочь. У нас самая главная речь, мы не говорим. У нас идет развитие, он лучше стал заниматься, сидит внимательно, слушает, ему это интересно. Привыкает по скайпу к занятиям, но речи у нас никак. Мы в Питере в центре были второй раз, и где-то что-то у него начинает, потом опять тишина. Не хватает какого-то толчка. Надеемся, что именно в этом институте нам как-то помогут. В клинике готовы принять Мишу и провести годовой курс лечения. Однако Марина одна воспитывает троих детей, а доход семьи составляют социальные пособия и Мишина пенсия. Оплатить лечение многодетная мама не может, поэтому обратилась за помощью в Русфонд. Стоимость курса – 199 200 рублей. Читатели газеты «Коммерсанты» с сайта русфонд.ру соберут 134 200 рублей. Не хватает 65 тысяч. Именно эту сумму семья просит собрать зрителей ГТРК «Вятка». Никак это, ниоткуда не взять эту сумму. Это только кредит брать. И то, получается, мы ездили в Нижний Новгород, вот за свой счет, я тоже, вот у меня до сих пор кредит. Физически Миша развить нормально, но бывает агрессивным, ему тяжело находиться в коллективе. Сейчас мальчик на дистанционном обучении проявляет интерес к учебе. Мама верит, что лечение поможет сыну, и он сможет найти свое место в обществе. И врачи делают неплохой прогноз. Невролог Института медицинских технологий Ольга Рымарева обещала, что в результате лечения возможно улучшить речевые навыки, расширить кругозор, память, повысить концентрацию внимания, снизить навязчивые движения. Помочь Миши просто. Нужно отправить на короткий номер 5541 смс-сообщение со словом «Дети». Стоимость сообщения 75 рублей. Перевести пожертвования можно и другими способами. Все они на сайте Росфонда. Юлия Шалаева, Максим Козлов, Вести, Кировская область, Амутнинск. А в выставочном зале Вятского художественного музея на неделе открылась выставка картин Николая Яндальцева. Этот самобытный художник работает в манере, напоминающей живопись известных голландских мастеров 16 века. С вятским брегелем и босхом в одном лице встретился Иван Швецов. Некоторые искусствоведы считают, что в жанре сюжетно-тематической картины сегодня никто не работает. Она умерла. Но творчество Николая Яндальцева – живое доказательство обратного. Художник во многом следует бригелевской и босхианской парадигме. Только изображает толпы не голландских крестьян, а наших с вами современников в очень узнаваемых пейзажах и обстоятельствах. Вот пенсионеры танцуют на вечерах Соломона Сахара у драмтеатра. Вот великорецкий крестный ход, многих священников можно узнать по лицам. А вот катание с горок на театральной площади. Повседневная реальность преломляется в каком-то фантастическом ключе, отчего зрители и испытывают особенное эстетическое чувство, которое, точнее всего, было бы назвать счастьем. Чего только стоят летающие священники. На одной картине батюшки облетают колокольню, а на другой – процессия во главе с владыкой Хрисанфом летит куда-то мимо стен Трифонова монастыря. Не все картины принадлежат кисти только Николая Яндальцева. Выставка приурочена к 40-летию совместной жизни и творческой деятельности художника и его жены Анастасии. Этот союз – счастливый пример творческого тандема одаренных людей. На некоторых произведениях мы видим двойное авторство – Н. Яндальцев и А. Яндальцева. Это не случайно, потому что они, как две руки одного человека, узнаваемы все герои практически во всех работах. Это, безусловно, себя он вставляет в каждое произведение, своих родных, близких и даже собаку. К открытию выставки художник принес еще одну картину, на которой изображены все кировские живописцы, мирно отдыхающие где-то за городом. На полотнах Яндальцева, как и у его голландских визави, часто показываются абсурдные ситуации, странности в поведении людей, человеческие пороки и добродетели. У нас одна природа мышления с Брегелем, понимаете, потому что он также хотел полнее человека показать. Не только приукрасить как-то, да, он разные стороны – и хорошие, и плохие. В человеке много всего намешано. Я тоже не ограничиваю себя вот только одним чем-то. Для тех, кто знает культурную жизнь современной вятки в лицах, эта выставка будет особенно дорога. Найти знакомые образы здесь совсем несложно. И вот здесь у вас невольно у меня широкого художника попала в поле зрения, поэтесса и ее подружка Перминова. А супруга, естественно, вот видите, она же как муза, да, она здесь присутствует. Она немножко иконообразная, это же нереально уже как бы. Еще когда мы только поженились, оба закончили, вот два диплома и ничего больше. И я сразу ему нацелила на большое историческое полотно здесь вот, Пугачев, Лелик. И мы решили, что жить надо не так вот, что пить, есть и так далее, но еще и что-то сделать, нести лепту. Лепта получилась очень заметная. Картины Яндальцева хранятся в Третьяковской галерее, а выставки художника не раз приводили в восторг искусствоведов из Европы. Пожалуй, самая любопытная картина Яндальцева – совет. За столом сидят наиболее заметные правители России за всю ее историю. И Петр I, и Екатерина Великая, и Николай II, и все генсеки коммунистической партии. А во главе стола мы видим Владимира Путина. С тем, что именно нынешний президент России сегодня во главе стола, нельзя не согласиться. Сложно только представить, о чем идет разговор. Но это отдельная то ли басхианская, то ли кавкианская фантазия, на тему которой зритель может помедитировать, разглядывая картину. Иван Швецов, Игорь Охотников, Вести, Киров. На этом все. Спасибо, что были с нами. Увидимся, как обычно, через семь дней. Всего доброго. До свидания.